Главная проблема для западно-украинских отношений – это сейчас бизнес-отношения, которые просто не работают. Я говорил с людьми, которые, скажем, с разными людьми из разных стран, которые чуть ниже, скажем, министра по своему уровню, и они все говорят, что риторика очень хорошая и правильная в Киеве, но что они не могут решать проблемы своих инвесторов, своих бизнесменов. У них есть торговые или другие проекты, которые не воплощаются. И хотя тут есть некая структура, которая этим занимается, и министерства, и комитеты разные, и объединения разные, как бы нет продвижения. То есть больше предложений, больше интереса, что касается торговли инвестиционных проектов, чем можно воплотить в Украине. И вот у меня, например, есть хороший знакомый, который, я не буду называть его имя, он довольно важная фигура в немецкой экономике, и занимается Восточной Европой. И он долго работал в России. Он говорит, что когда он с какими-то проектами приходил в российские министерства или к российским губернаторам и так далее, он говорит, что там профессиональность общения российских структур с представителем немецкого бизнеса в 10 раз лучше, чем в Украине. Что он просто не может, то есть он, например, приезжает в Киев, и он не может получить план или программу встреч в Киеве. То есть он там за два дня, у него еще нет, он еще не знает, где он, когда будет в Киеве. Или у него есть инвестор, и он не может встретить губернатора той области, в которую инвестор хотел бы вложить свои деньги. Или у него есть какие-то проекты, предложения, которые в России очень популярны, и он может это в России через ему, то есть у него выстраивается очередь, а в Украине он не может найти партнера для этого. То есть он может тут встретиться с какими-то людьми, и они ему будут про реформы рассказывать, но чтобы вот этот проект воплотить, он тут не может найти партнера. И то же самое мне говорили тут из Прибалтики люди, что им там что-то обещают, там большая риторика, но вот у кого-то там взяли собственность, и он не может получить эту собственность обратно. То есть там что-то переписали, ему обещают, что вернут, но это не делается. То есть очень большие такая риторическая якобы сотрудничество с Европой, но вот на этом практическом уровне оно не состоится. И я вот был поражен просто, так сказать, однородности этих жалоб от совершенно разных людей, которые друг друга не знают, которые довольно важны в своих странах, они, скажем, где-то вот ниже, чуть ниже министра. Но которые мне то же самое говорили из разных стран, люди, которые друг друга не знают, они говорят, ну да, мы хотим, только нам там что-то про реформы, про Европу рассказывают, но вот какой-то проект мы не можем сделать, потому что мы не знаем, кому обращаться, мы не можем получить ответы, мы не можем встретиться, нам там что-то говорят, но из этих переговоров ничего не получается, и это просто печально. И особенно если это вот мой немецкий знакомый, который это сравнивает с Россией, где у него там очередь выстраивается, когда он приходит с каким-то проектом, а тут он не может найти партнера для этого. Ну и мне кажется, это просто некая халатность, потому что, ну, скажем, Германия – это самая большая экономика Европы, и не можно просто там болтать с Германией, да, если там что-то предлагают, тем более. И потом жаловаться на то, что немецкие фирмы ратуют за снятие санкций с России. Ну, это потому что просто так, что, ну, немецкие фирмы, они имеют партнеров в России, а тут они не могут найти своих партнеров, то есть это печально. Хотя, как бы, на официальном уровне тут все очень, так сказать, проевропейский и тоже пронемецкая политика, но вот общение трудное. Андреас, то, что вы говорите, выглядит просто нереальным для Украины, у которой и так нет никаких инвестиций, мы только и ратуем. Более того, у нас создается впечатление, сидя, что тут в Киеве, что иностранные инвесторы не хотят к нам идти, потому что у нас война, и у нас вот это главная проблема. А вы, оказывается, совершенно по-другому вопрос составите. Да, да. Ну, и чем это объясняется? Ну, неужели это просто халатность, подождите? Я не знаю, для меня это тоже загадка. Ну, это как-то вот, есть как бы такая вот, довольно, я бы сказал, пафосная европеизация, которая тут действительно происходит, и новые законы, и новые там, и люди, и институты и так далее. Но вот, когда доходит до реального дела, там, вот это был вот тенор разных людей, с которыми я говорил. И я, это, видимо, не единичный, то есть там есть некая структурная проблема, что вот, вот, не знаю, в чем тут дело, и, ну, особенно вот поражает то, что это по сравнению с Россией. С Россией, да, вот это совершенно. Там, где, то есть на политическом уровне там очень сложные отношения сейчас между, в том числе и между Германией, и, но если пойти чуть ниже, там, там заинтересованность, видимо, так сказать, обычных российских губернаторов и министров, и, там, бизнесменов или каких-то партнеров, видимо, в чем-то выше, или я не понимаю, или что-то это лучше налажено, но это поразительная такая была речь, и, ну, и это тоже стратегическая проблема для Украины, потому что, ну, если, если это и запад, если этот западный бизнес не будет ангажирован в Украине, но его так хорошо принимают в России, то, конечно, этот бизнес будет ратовать в пользу хороших политических отношений не с Украиной, а с Россией, это, то есть это ставки такие большие. Конечно, Украина не может сравниться по своему, там, скажем, потенциалу, там, там, и по богатству, скажем, ископаемых с Россией, но, тем не менее, вот, должно быть какое-то вот движение вперед, чтобы, действительно, сюда приходил больше бизнеса, и это тоже бы повлияло потом на политические отношения.